Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, всех наших богомольцев поздравляем с днём празднования Сретения Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. В нашем храме этот праздник особо почитается по следующей причине. Примерно в километре от нас некогда находилась благолепная церковь, посвященная этому замечательному празднику. Но в 1936 году она была варварски разрушена в селе Неклюдова, но для того, чтобы память о святыне сохранялась и передавалась из рода в род, мы взяли благословение у святейшего патриарха Кирилла и в нашем храме устроили особый малый престол в честь праздника Сретения Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. Также написали эту благолепную икону Владимирской иконы Божьей Матери, которая именуем Бибелевской, и на которой помимо тех событий, которые стародавние события, к которым мы ещё сегодня вернёмся во время нашего собеседования, кроме стародавних событий, изображены события XX века. Сокрытие главы преподобного Сергия Радонежского в храме Владимирской иконы Божьей Матери в Виноградово рядом с нами, у наших соседей. Разрушение храма, Сретения иконы Божьей Матери Владимирской в Неклюдово. Вот эти события нашли отражение в том образе, который находится в нашем храме. Мне хотелось бы несколько слов сказать об этом замечательном образе Владимирской Пресвятой Богородицы. Замечательный русский святитель Афанасий Ковровский, Сахаров, великий почитатель русских святых, составивший службу русским святым, так описывал в своем письме наместнику Успенской Почаевской лавры значение образа Владимирской Пресвятой Богородицы. Описывая саму икону, он говорил, «Святые изображены здесь группами приблизительно в географическом порядке. В центре иконы, святые грады Москвы около Успенского Собола, перед Владимирской иконой Богоматери, под покровом которой прошла вся история Святой Руси, собиралась воедино, строилась и укреплялась свято-русская земля». Какие дивные слова! И именно сегодня тот день, когда мы вспоминаем события почти 700 лет недавности, 1395 год. Именно в этом году, в день праздника Успения, из города Владимира в город Москву направился торжественный крестный ход. И мы с вами все вместе сегодня, как бы, таинственным образом повторили это шествие, этот крестный ход, который нес святыню из города Владимира в город Москву, образ Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. Крестный ход был не вдруг и не из ниоткуда, потому что над Руси нависла угроза уничтожения. Полчища Ордынского хана обступили наше Отечество, и только на чудо надеялись наши соотечественники, потому что понимали, что невозможно. И Господь сотворил невозможное. По слезной молитве перед иконой Божьей Матери, которая была встречена именно в сегодняшний день, 700 лет назад, на Кучковом поле в центре Москвы, этот образ через Божья Матерь, через свой образ, явила милость нашим с вами предкам. И они, понимая, откуда спасение, они в честь этого дня установят особый праздник, праздник Сретения Владимирской Пресвятой Богородицы. На самом месте встречи на Кучковом поле строят благолепный монастырь в честь Сретения Владимирской иконы Божьей Матери. И сейчас он стоит на том же месте, и не только стоит, но и благоукрашается новыми храмами. На наших глазах с вами строился храм Собора Воскресения Христова и Собора Новомучеников и Исповедников Российских, храма Сретенского монастыря. И как раз на нашей иконе, в нижнем правом углу, это событие также изображено. Событие уже новой истории, новой нашей с вами истории. Когда мы ходили с вами крестным ходом, у меня такая мысль посетила, что вот вообще крестный ход, крестный ход, тот, который мы с вами сегодня прошли, во-первых, как я уже сказал, это некое такое слабое подобие того крестного хода и воспоминания того крестного хода, который был из Владимира в Москву. Наши благодарные предки совершали не такой, но крестный ход поменьше каждый год в этот день из Кремля, из Успенского собора с образом Владимирской Пресвятой Богородицы наши с вами благочестивые предки шли в Сретенский монастырь с благодарностью Господу нашему и Божьей Матери за те благодеяния, которые они на них излили. Времена изменились, уже вот так крестным ходом не ходим по всей Москве, но в нашем храме мы совершаем тот крестный ход, который нам напоминает о том, как нам с вами жизнь нашу с вами проводить, а как ее проводить. Мы часто жизнь нашу называем дорогой, и мы идем нашим, мы еще иногда говорим, мы идем нашим жизненным путем. Как нужно идти? Вот как мы с вами крестным ходом шли с молитвой. Господи помилуй, Пресвятая Богородица спаси нас, иногда бывает плохо, иногда бывает очень плохо, иногда вроде как получше, но что бы с нами ни происходило, мы все равно говорим, Господи, помоги, Пресвятая Богородица спаси нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И вот образ крестного хода, это образ нашей с вами жизни. И сегодня, дорогие мои, мне искренне хотелось бы пожелать всем вам доброго, душевного и телесного здравия и проходить путь вашей жизни с молитвой, с благоговением и благодарностью Богу за все. Еще раз всех вас поздравляю с нашим малым престольным праздником. Причастники, выслушайте благодарственные молитвы после принятия святых христовых тайн. Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже!